В эфире телекомпании «Город» программа «Вызов принят». Здравствуйте! В студии Олеся Харлина. Главная тема сегодня. Один ворует, второй караулит. Задержан криминальный дуэт квартирных воров. А вы квартиру вообще как выбираете? Так, повезет. Ну то есть ты дурачка? Ну да. Нет, свет не горит. Звонил, нет. Сделал внуку замечание и погиб от его руки. Максим Чередник наконец услышал приговор суда за убийство деда. Последнее, что я помню, меня уже отсюда забирали сотрудники. Из этой комнаты? Да. Они с детства привыкают к форме и вонскому уставу, чтобы продолжить дело своих предков, чему обучаются ребята в кадетских классах пограничного профиля. Мы честим память о наших дедах и прадедах и должны сохранить это мирное небо над головой, потому что люди никогда не должны знать, что такое война. Да. Самое страшное – это война. С весны прошлого года полицейские охотились за квартирными ворами. Те, видимо, уже потеряли бдительность и, наконец, попались. Только по предварительным данным на счету криминального дуэта более двух десятков квартир. Работали по одной и той же схеме, выбирали цель на первом этаже, аккуратно открывали пластиковые окна, один злоумышленник забирался внутрь, второй караулил снаружи. На будущем месте очередного преступления подельников и задержали. По словам задержанных, украденные они сдавали цыганам. Максимальная сумма выручки с одной квартиры доходила до сотни тысяч рублей. В основном что берете? Золотые деньги и все. Халтурино. Это вы когда брали? Халтурино. Ну, может, неделю-полторы назад. А это у тебя с собой все, да, было? Да. А зачем с собой это носил? Ну, не знаю, просто носил, не знаю, как объяснить. За год в руках грабителей побывало немало дорогих и занятных вещиц. Теперь придется привыкать к новому украшению – наручникам. Люди, которые не могут справиться с ленью и алкоголизмом, всегда находят оправдание своему образу жизни. И часто своим поведением доводят до точки кипения несчастных близких. Жены терпят мужей тунеядцев сознательно, а вот у детей право выбора обычно отсутствует. Представьте ситуацию, когда в семье умирает мама и мальчик остается вдвоем с пьющим отцом. 9 лет ребенок живет в состоянии постоянного стресса, наконец не выдерживает и бросает учебу в школе, чтобы начать зарабатывать самому. Мальчик работал в пункте приема металла, тем самым заработал на автомобиль, поддержанный, стоимостью 10 тысяч рублей. Когда отец случайно разбил стекло автомобиля, 16-летний подросток просто не выдержал. Юноша вышел на лестничную клетку и повесился. Его папаша в это время находился в квартире и уже от соседей узнал, что сына у него больше нет. Надо сказать, погибший мальчик был очень терпелив. По словам соседей, никогда не жаловался и не рассказывал о семейных неурядицах. Чтобы не обременять старшую сестру, отказался к ней переехать. При этом числился в Центре психологической реабилитации. Всем проще. Помощь вроде предложили, а как и на что мальчик, который должен заканчивать школу и готовиться к поступлению в ВУЗ живет, никого особенно не интересовало. К другим темам. Общественную огласку получила дело рязанца Максима Чередника. Напомню, осенью 2012 года он до смерти избил своего 82-летнего деда. У жильцов самой обыкновенной квартиры, как и у всех, бывали разногласия. И погибший пенсионер на правах самого старшего члена семьи присматривал за домочадцами. Когда дедушка увидел, что недавно закодированный внук угощается абхазской чачей, разумеется, сделал замечание. За что получил немало серьезных тумаков. Дед зашел в комнату внука и начал ему высказывать после. Все это произошло именно в комнате. И сбивал руками и ногами. Он непосредственно, после чего, сразу после избиения, после того, как дед уже лежал на полу и не подавал признаки жизни, внук просто лег на соседнюю кровать, на которой всегда спаялась, и заснул. Самое интересное, что потерпевшая, это дочь пенсионера, в итоге встала на сторону своего сына. Женщина всячески пыталась обеспечить ему алиби и фактически противодействовала процессу сбора и проверки доказательств. А сам Максим Чередник, написавший до этого явку с повинной, вскоре от своих показаний отказался и причастность к преступлению отрицал. Последнее, что я помню, меня уже отсюда забирали сотрудники. Из этой комнаты? Да. Суд счел, что за смерть деда виновник должен провести за решеткой почти 10 лет в колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован. А по утру они проснулись, кругом помятые друзья. Если бы протоколы позволяли фривольные высказывания, то эти строки могли бы стать эпиграфом к одной из криминальных историй. Уголовное дело возбудили по факту гибели мужчины в одной из квартир города Рязани. Когда дело дошло до выяснения личности, то выяснилось, что практически все находившиеся в тот вечер гости были людьми случайными. А сам погибший не имел даже своей жилплощади. Незадолго до этого он вышел из тюрьмы, но насладиться свободой не успел. Предполагаемый виновник целый месяц скрывался от следователей, даже когда был пойман, не спешил признаваться в серьезном преступлении. Пояснял, что в квартиру заходил случайно один раз и впоследствии ушел, не причиня никому телесных повреждений. Однако очевидцы данного преступления говорили иначе, хотя в большинстве своем большинство из них видели конфликт частично. Подозреваемый не учел главное. На орудии убийства, а именно табурете, остались следы его ДНК. Удивительно, что сам хозяин квартиры, пробудившись от застолья, не сразу понял, что и как произошло. Хочется напомнить соседям таких неблагополучных квартир, что им волей-неволей придется брать дисциплину в подъезде в свои руки. Обращайтесь к участковому уполномоченному, чтобы вовремя проводил профилактические беседы и напоминал об административной ответственности, чтобы случайно не лишиться здоровья или имущества. Хлеба и зрелищ хватило всем, кто 23 февраля волей случая оказался в поле возле микрорайона Недостоева или проверял социальные сети на наличие новостей. До сих пор загадка, откуда на пустыре взялась внушительная куча хлеба, изготовленного в Москве и Зеленограде. Выяснилось, что 24 и 28 хлебозаводы, а именно там была изготовлена мучная продукция, сотрудничают в Рязани только с сетью супермаркетов «Магнит». Но начальник отдела продаж сам узнал о случившемся из интернета. По словам сотрудников пресс-службы УМВД, в полицию по этому поводу до момента появления видеозаписи никто не обращался. А между тем вот что увидел своими глазами очевидец. Там телезавод, детская больница. А вот свалка хлеба. Видать, сегодня ночью только выкинули. Посмотрим. Похоже на свежий. 13.02. Фермеры негодуют. В стране кризис, а хлеб гниет на помойке. Представит выяснить, что кроется за этим расточительством. Воинская дисциплина, распорядок дня, армейская выправка. В то время как многие будущие призывники рабеют при одном упоминании об этом, рязанские школьники сознательно и решительно делают вывод. Учиться защищать родину нужно с молодых ногтей. Мы с мамой думали, и я решил пойти в военный класс. И в будущем хочу стать военным. Это один из кадетских классов пограничного профиля, созданный на базе школы номер 33. Подготовка ребят осуществляется при непосредственной методической помощи сотрудников регионального управления ФСБ и Голицынского пограничного института. Серьезный проект стартовал всего два года назад, но результат себя ждать не заставил. В этом классе из 11 человек 2 девушки и 9 ребят, и все 9 поступают в военные училища. Один в ВВС и 8 человек в военные училища ФСБ Россия. Характерно, что кадетские формирования сегодня единственная официальная структура Минобразования Российской Федерации, осуществляющая планомерную военную подготовку юношей 14-17 лет. Наряду с серьезным изучением профильных общеобразовательных предметов, таких как физика, математика, русский язык и литература, воспитанники активно осваивают основы общевоинских уставов. То есть у них побольше часов физподготовки и есть специальные часы по основам военной подготовки, военной топографии, военно-прикладным дисциплинам. Чем они занимаются? Не только на базе школы, но и в воинских частях гарнизона, в военных училищах, куда мы периодически выезжаем на экскурсии, эстафеты, соревнования. Безукоризненная осанка и особая дисциплина. Эти ребята только пятиклашки, но запомнили главное – форма должна ладить с содержанием. Многие из них пошли по стопам дедов и прадедов, которые до последней пули отстаивали родные земли. Мама мне рассказывала, когда еще до моего рождения они планировали меня в военную сферу отдать. Ну, потому что у меня в семье весь род буквально военный. Я хочу продолжить дела своих прадедов и дедов. Хочу стать военным человеком. Скорее всего, военным врачом, говорит Ярославна. Так больше пользы принесешь. Она подошла к этой встрече с журналистами по девичьей мудро. Две пожелтевшие от времени фотографии лучше всяких слов расскажут, почему ей так хочется помогать защитникам Отечества. Это Жилин Сергей Федорович, мой дедушка, прадедушка точнее. Он родился в 1914 году. Жил в селе Ижевском, Рязанской области, Спасского района. Он добровольно пошел на фронт и оставил мою прабабушку беременной. А через два года он вернулся, чтобы увидеть свою дочку и повидать жену. Он очень обрадовался появлению моей бабушки и опять ушел на фронт. В 1943 году Сергей Жилин дошел до Восточной Пруссии, получил должность командира танкового взвода. Он всего шесть дней не дожил до Великой Победы. Погиб 2 мая 1945-го. У него сломался танк. Он вылез в ученицу с молодым парнишком, танкистом. И в него начали стрелять фашисты. Он сказал своему войску, чтобы они забрались в танк и оттуда не вылазили, а сам погиб от шальной поля. О боевом пути второго дедушки Ярославна почти ничего не знает. Многим, вернувшимся с войны, не хотелось вслух говорить о том, что пришлось пережить и увидеть. Бабушка рассказывала, что он очень был смелым. Вот он на фотографии со своим отрядом. Он прошел всю войну, вернулся домой, но он умер в 90-х годах. В своем кадетском классе Ярославна Макарова – командир отделения. В ее подчинении 8 человек. Мы смотрим за ними, за их поведением, помогаем им, если что-то они не понимаем. Обучение в кадетских классах пограничного профиля хоть и адаптировано под воинские уставы, но это не значит, что дети тут живут. Они приходят в школу согласно расписанию и прекрасно совмещают многочисленные кружки и увлечения. Мальчики, например, играют в футбол, девочки, а их в пятом классе 8, занимаются танцами, музыкой и рисованием. Вообще мне очень нравится то, что я в кадетах. Это интересно, самое главное. Для меня не очень сложно. Наверное, больше всего рукопашный бой самое сложное, потому что очень много бегать, подпрыгивать. Очень большая нагрузка. Каждый учебный день кадетов начинается со специального построения. Они со школьной скамьи привыкают к мысли, что надев военную форму, должны во всем и всегда быть примером для остальных. В числе первых участвуют в военно-патриотических и спортивных соревнованиях. Со старшеклассниками в сентябре-октябре месяце мы ездили на первый всероссийский слет, проходивший в городе Анапа. Там было 16 поисковиковых и кадетских отрядов, где опять же первое место строя песни, куча грамот и благодарностей. Можно долго говорить о том, что дает кадетское воспитание детям и кому это нужно больше, школьникам или их родителям. Но все высокие слова о патриотизме затмевают ответы обыкновенных детей, которые просто и искренне объясняют свое решение продолжить дело предков. Мы честим память о наших дедах и прадедах и должны сохранить это мирное небо над головой, потому что люди никогда не должны знать, что такое война. Самое страшное – это война. Вот такую достойную смену будущих защитников Отечества готовят в Рязанской школе номер 33. Как сказал когда-то Михаил Жванецкий, в историю трудно попасть, но очень легко вляпаться. Не забывайте об осторожности и увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова